Добрый вечер! В эфире Вести Карачаево-Черкесия. В студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Они защищали родину в годы войны. На Смоленщине имена 22 солдат-выходцев из Карачаево-Черкесии выковечены на памятники. Продовольственные и непродовольственные товары были представлены на традиционной весенней ярмарке в Черкесске. Национальные традиции, богатство культуры, народов Карачаево-Черкесии. В государственной библиотеке прошла декада русской литературы. Кукла моей мечты. В картинной галерее Черкеска открылась выставка, где представлены игрушки со смыслом со всей России. Карачаево-Черкесия. В сфере туризма, садоводства, развития зеленой генерации и добычи полезных ископаемых. Рассмотрены возможности реализации указанных проектов с привлечением отечественных, китайских, индийских и других поставщиков оборудования взамен европейским компаниям, отказавшихся от поставок в Россию. По проекту «Зеленая генерация» уже в этом году ведут в эксплуатацию две красногорские малые ГЭС. Запланировано строительство еще одной – Карачаевской. Активно ведутся работы по развитию туркомплекса «Архыс». За счет инфраструктурного бюджетного кредита будут построены горнолыжные трассы и объекты инженерной защиты в Донбай. Проект развития садоводства предусматривает закладку в республике еще 500 гектаров яблоневых садов и строительство фруктохранилища на 30 тысяч тонн. В целом, к 2030 году планируется в регионе создать более 10 тысяч новых рабочих мест. В Смоленской области уиквечили память советских солдат из Карачаево-Черкесии. На Сычевской земле каждый метр пропитан кровью советских воинов, в том числе и выходцев из нашей республики. За несколько недель до главного праздника страны, Дня Победы, здесь установили памятник 22 героям. На церемонию открытия приехала делегация из Карачаево-Черкесии, в том числе автор памятника Тимур Магомедов и потомки павших героев. Также в мероприятии приняли участие представители Смоленского регионального отделения партии «Единая Россия», координатор партпроекта «Историческая память» Игорь Ляхов. Работа по созданию и установке памятника обелиска началась в феврале 2021 года. Этому предшествовал труд Мусы Хапаева, который активно занимался поисковой деятельностью. Он установил имена воинов-карачаевцев, которые защищали родину на Смоленщине. При поддержке администрации главы правительства Карачаево-Черкесии, содействии органов власти и поисковиков Смоленской области проект удалось реализовать. Изготовили и установили памятник за счет средств жителей и инвесторов нашей республики. Собравшись, отметили, что подобные мероприятия способствуют сохранению истории и патриотическому воспитанию молодежи. Вести из оперштаба. Сегодня в Харачаево-Черкесии выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 45 677 человек. Из них 44 345 выздоровели, 34 человека госпитализированы. В агропарке Черкеска составилась ежегодная весенняя ярмарка. У гостей жителей республики была возможность приобрести самые разнообразные товары. Довольны ли покупатели и что больше всего из представленной продукции пользовалась у них спросом, на традиционной ярмарке узнавала Альбина Ламкова. Превосходная, семененькая, багряная, чемпион. На прилавках чего только нет. Можно не только посмотреть и потрогать, но и попробовать. Каждый продавец хочет непременно реализовать свою продукцию. На многочисленных прилавках весенней ярмарки покупателям был представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров от местных предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, фермерских хозяйств и оптовых предприятий. Продают и чай, травы, сладости, специи и одежду. На весенней ярмарке пользовались популярностью саженцы. «Розочки берем на дачу. Сейчас поедем, посадим». «Персик, абрикос, черешня, вишня. То есть все хорошо берут». Представили свою продукцию более 120 товаропроизводителей из Корчаева, Черкесии и соседних регионов. Были из Москвы. Они привезли дальневосточные деликатесы – паштеты, консервы, икра разных видов, говорит реализатор Елена Ботенько. «Это консервы, пусть камчатская рыба пользуется спросом». К некоторым прилавкам выстроилась и большая очередь. «Больше 200 рублей стоят помидоры на рынке. Огурцы больше 100 рублей на рынке. А здесь 50-60, конечно, дешевле». Продукция представлена по ценам ниже рыночных на 15-20%. «Себя-то Россия всегда сможет прокормить. Начиная от зерновых, заканчивая переработкой с сахаром, муки и готовой продукции. У нас его, слава богу, в изобилии. Мы сейчас обходим и ажиотажа, как видим, нет. Как показывали по телевизору, за мешками сахара, который, в принципе, у нас сегодня торгует на 30% дешевле, чем в магазинах, нет. «Был, знаете, применен такой принцип социального ценообразования. Сейчас вот на ярмарке остались люди, которые придерживаются этого принципа. И действительно, мы там не заставляем никого, но у нас производители сами идут навстречу, действительно держат цены ниже, чем в среднем по рынку». Насыщенная концертная программа с участием творческих коллективов Корчаева-Черкесии придала весенней ярмарке особую праздничную атмосферу. Артисты порадовали всех присутствующих своими задорными выступлениями и сделали общее настроение мероприятия еще более позитивным. Альбина Ламкова, Максим Долгов, Вести Корчаева-Черкесия. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Карачаево-Черкесия дождь. Местами сильный. Ночью в отдельных районах гроза. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12. В горах местами плюс 1, плюс 6. Днем плюс 9, плюс 14. В горах местами плюс 3, плюс 8 градусов. В Черкесске облачно. Дождь ночью небольшой, днем умеренный. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12. Днем плюс 11, плюс 13 градусов. Не консервируйте свое здоровье. Сейчас время позаботиться о себе. Лечение катаракты в клинике Тризет. Это избавление от катаракты за один день. С индивидуальным подбором хрусталика, необходимого именно вам. Запись по телефону 8 800 533 90 82. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8 938 333 92 0. Черкесск. Встречай. С 19 марта по 24 апреля. Выставка динозавров до нашей эры. ТРЦ Панорама. Улица Кавказская, 37. Категория 0+. Продолжаем выпуск. В Черкесске в Государственной национальной библиотеке имени Халимат Байрамуковой состоялось открытие Дня литературы и искусства русского народа в рамках декады национальной традиции богатства культуры народов Карачао-Черкесии, посвященной столетию автономии республики и году культурного наследия народов России. Подробнее в репортаже Карачао-Биджиева. Русская литература способна воспитать человека как личность. Истинные сокровища в виде книг были выставлены в библиотеке. Это издания писателей юбиляров России, писателей Карачао-Черкесии, пишущих на русском языке, а также произведения русских классиков на языках народов республики. Это все делается для того, чтобы привлечь читателей, пользователей дополнительно в библиотеку, открыть им наши богатые книжные фонды, открыть запасники. В зале у нас открыта выставка картин народного художника Карачао-Черкесии, юбиляра эта погода Кузнецова Николая Григорьевича. Участники мероприятия могли ознакомиться с книгами о казачестве на Северном Кавказе с историей культуры русского народа. Особое место на выставке занимали памятники из фонда редких книг и издания, подготовленные и изданные сотрудниками библиотеки. Периодическое издание за минувшее столетие на языках народов Карачао-Черкесии экспонировались на выставке эпоха газетной строкой. Здесь можно было увидеть уникальные сокровища прессы. Являемся постоянными участниками таких мероприятий, всегда сотрудничаем с библиотекой. В данном контексте, конечно же, хочется поблагодарить и руководство библиотеки о том, что они все-таки проводят просветительскую работу, которая на сегодняшний момент, конечно, тяжело проводится, не очень интересуются современные юноши и девушки литературой. Но, тем не менее, наша русская земля, она богата и писателями, и поэтами. Специальную концертную программу для собравшихся подготовил Народно-академический хор ветеранов войны, труда и вооруженных сил Черкеска. Литература России стала отыгрывать важную роль в мировом литературном процессе. Русские писатели влияли на духовную жизнь многих зарубежных стран. Благодаря богатому языку с ее прекрасной культурой, поэты и писатели наслаждались способностью ощущать и описывать жизнь во всей ее красе. Карчабиджиев, Ислам Урумов. Вести Карачаева, Черкесия. В картиной галереи Черкеска впервые проходит всероссийская выставка авторских работ «Кукла моей мечты». Участвует регион России любители и ценители творчества. Могут увидеть утонченные работы до 28 апреля. Альбина Куроченова-Кенжева побывала на открытии. На выставке представлены более 40 авторских работ из регионов России, выполненные в различных техниках. Здесь семейство Мишек Тедди, принцессы на горошине, золотой ключик, коллекционные куклы Анжела Бартоломео и даже король Англии Генрих VIII со своими женами. И многое другое. Организатор, мастер, мама двоих детей Ирина Неминущая рассказала о идее создания выставки. Главная цель – показать детям игрушки со смыслом. Ведь важна не только внешняя красота. В игрушках, сделанных руками мастера, оживает душа и присутствует внутренний мир. Я уже давно занимаюсь созданием авторских угол и ездила постоянно на международные выставки, которые проходили в Москве. Но так случилось, что у меня родилась дочка, и я, к сожалению, сейчас не могу езжать далеко и готовить много работ для экспозиции. И, посоветовавшись с мужем, решили, что было бы здорово устроить, организовать выставку у нас в регионе, пригласить авторов. И с поддержкой мужа, родных, близких получился вот такой замечательный проект. Министр культуры Республики Зурапа Гербов поблагодарил всех участников за визит в наш регион, отметил значимость мероприятия, вручил мастерам дипломы за участие. Каждая игрушка – это воплощение каких-то сказочных мыслей автора, это отсылки к детству, к сказкам, к фантазиям. И я думаю, что это абсолютно правильно сказано, ровно то, на чем мы должны воспитывать детей. Почетный гость выставки – художник, автор кукол, коллекционер, меценат, лауреат премии правительства России в области культуры, организатор выставок как в стране, так и за рубежом – Светлана Пчельникова. Впервые у нас в гостях и делится своими впечатлениями. Я должна признаться, я влюбилась в Карачаево-Черкесскую республику, в Черкесскую людей, в атмосферу, во все, что здесь происходит. Это уникально и удивительно. У меня же прям мурашки, у меня переполняют патентинговые эмоции. Я все время раньше говорила, нашим мастерам надо в Париж, надо в Лондон, надо в Григорь, нам нужно что-то. А как же мы-то, вот сейчас я могу сказать, что нам нужно показывать и развивать. Пусть они приезжают к нам, чтобы познакомиться с нашими мастерами. Организаторы и гости надеются и будут стараться делать все для того, чтобы такие мероприятия стали традиционными и имели крупномасштабность. Выставку можно посетить до 28 апреля. Альбина Курачинова-Кенжева, Ислам Урумов, Вести, Карачаево, Черкесия. Это все в Вести. Прямо сейчас смотрите «Вечер» с Владимиром Соловьевым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова